Всем привет, вы на канале Донимай. Сегодня я хотел бы поговорить на такую тему, как в чем отличие мальчика и девочки собаки. Почему я обобщаю, потому что все собаки одинаковые. Единственное отличие от мальчика и девочки отличается от других пород, это тем, что он более морщинистый, чем девочка. Этим мальчик отличается от девочек. В основном все одинаково. Мое видео посвящается тем, кто хочет завести девочку или мальчика, но никогда не имел собаку. А также еще кто, допустим, имел девочку, хочет иметь мальчика или наоборот, чтобы они задумывались много тем, когда собираются поменять. Ну, поехали. Первое отличие это мальчик больше девочки. Он намного выносливый и сильнее. Где-то до года эта разница не сильно заметна, а потом начинает все более заметной. И, допустим, мальчика надо заниматься, чтобы он физически был развит, если вы хотите нормальную собаку. Моя собака, например, кто видел мое видео, она может троих детей смело вести зимой на санках. Мужчину, допустим, взрослого, он может тоже одного вести свободно, даже еще с ребенком. Но от этого собака становится сильнее, мощнее, в разы, даже я попал в два раза от бега и так далее, от девочки. Поэтому, если вы не сильно физически развиты, это будет вам намного сложнее. Или там с возрастом, допустим, у вас возраст намного сложнее. Потому что мальчиком надо заниматься, он должен бегать больше энергии у него. Поэтому тренировки. Дальше идем. Выгул. Выгул мальчика и девочки совершенно разный. Почему? Потому что у мальчика мочевой пузырь устроен так, что надо, чтобы он выглядит так, когда писал, грубо говоря, у него должна одна капля. Раз капнуть, тогда все. Это он уже все, мочевый пузырь, если это не сделает, то это влияет на его потенцию и на мочевую пузырь. Это влияет на воспроизводительность, на многие факторы. Поэтому лучше этого не допускать и хорошо выгулить пацанам. Что еще хотелось бы сказать? Вот, лег, отдохнул. В этом тоже большая разница. Также еще, допустим, вязка собак. Мальчика вязать проще. Ну, первый раз, да, получается, он может поцарапать его. Вот, если кто-то вязал, то знает. А девочку намного сложнее, потому что девочка, она ниже по росту, и мальчику намного сложнее, чтобы всем на нее залазить. Здесь надо инструктора или более опытным иметь, но с этим проблема. Еще вторая проблема – щенки. Допустим, от мальчика, когда там, после вязки, им забирать или щенка элементного, или же там деньги добиваются по вязке. А девочка, ну, когда она рожает, во-первых, щенков, прием щенков. Вот у меня была немецкая овчарка, вот, и она девичинков родила. И вот представьте, собака устает, и вы должны принять роды, потому что, чтобы щенки не задохнулись. Ну, жалко все-таки, это же живое существо, как-то никак. Вот. И собака в первый раз, допустим, она может тоже растеряться. И инстинкт у собаки, да, ну, вот, понимаете, вот, надо следить. Потому что где-то что-то, где-то недоследило, все. Собака устает, во-первых, если много еще. И если вы мнительный, то лучше девочку не заводите. Потому что желательно, чтобы она хоть раз, но родила. Для здоровья это тоже девочке полезно. Говорю на связь. Поэтому над этим тоже стоит задуматься. Кормежка, в принципе, одинаковая. Ну, что мальчика, что девочки. И, понимаете, еще такой момент. Когда у девочки течка происходит, вот, и тут могут кабеля увезти, если у вас без присмотра еще что-нибудь. Знаете, вот, есть плохие люди, которые могут это делать. Поэтому, ну, это если у вас собака не очень натренированная. Ну, шарпея, я вам говорю сразу, до идеала нельзя натренировать. Сколько мне там пишут, шарпея идеальная собака, ее натренируют, что нет. Это неправда. При всей моей любви к шарпеям я хочу сказать правду. Сравнить, допустим, с немецкой овчаркой и юния. Потому что то служебная собака, это не декоративная, конечно, собака. Да, она сторож хороший, вот. Но, понимаете, у нее последние не научишься. У нее раз, тут, дальше, и команда, у нее такая, какая-то секунда. Вот, у меня видео есть, вот, о породе собак. Шарпея. И там все-таки, вот, знаете, вот, на секунду задумывается. Немцам такого нет. У них опы сказал, что автоматизм. Будь здоров, правда скажу. Сказал, у меня банок. А у них такой пара секунд, как бы такой, обмануть или нет. Заметит или не заметит, хотя я терей. Вот, сидеть. И вот в этом отличие, понимаете. Ну, это просто разные породы собак. Ну, это азиаты, а то, знаете, европейцы. Вот, как вот, люди азиаты и люди европейцы. Это, они люди, но совершенно разные. Совершенно. К этому тоже надо быть готовым. Поэтому, ну, а так, в принципе, собаки, они одинаковые. Любой породы. Поэтому, об этом вам надо задумываться. Стоит ли вам брать мальчика или девочка. Вы были на канале Данья Ивана. Подписывайтесь на наш канал. И самое главное. Кто бы у ни был, мальчик или девочка. Собака вам ответит и отдаст жизнь без разницы. Девочка, если вы ее любите, может загрызть любого кобеля. Любого. Потому что Шарпей, ну, вообще, знаете, вот, любовь передается. Это, знаете, там, как неуловимая связь между людьми, так и между животными. Понимаете? И то же самое мальчик порвет. Даже Шарпей может любую собаку порвать. Вот, за хозяина. Любую. Поверьте мне на слово. Поэтому любить их, они этого стоят. И не ответит вам так же. И без разницы, там, мальчик или девочка. Да? Дай пять. Молодец. Молодец. Всем пока. Еще хотелось бы сказать, вот, по моей практике, когда я вот своего пацана вязал раз 15. И вот я замечал, что хозяева мужчины, они более трепетно к собаке относятся более близко к сердцу, чем девушки. Я не знаю, почему вызван этот парадокс. Ну, я вот замечал это 95% такого, что мужчины, имеющие девочек, к трепет не относятся. Я не знаю, почему. Вот, для меня это остается загадкой. Вот. Ну, может быть, спойло попробовать, конечно. Но у меня была девочка. Ну, я жалую, что по-другому совершенно, чем мальчик. Девочке надо, допустим, любого размера, и она меньше, любой породы, она меньше, чем мальчик. Поэтому не надо меньше места. Если вы в квартире, если вы в квартире живете, то не думаю, в доме. Ну, на улице, если вы живете, шерепя лучше на улицах держать, потому что она короткошерстная собака, и ей будет в этом проблематично. Поэтому подумайте о быть вам, когда вы будете заводить мальчика на девочку, девочку на мальчика. Самое главное, их любите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!